В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Рост числа зараженных продолжается. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Кулинарные шедевры и особенная атмосфера. Ресторан Прэм открылся для посетителей. Богатый урожай и место отдыха. 23 июля в России отмечается День дачника. Далее расскажем обо всем подробно. На планете продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет около 15 миллионов 400 тысяч человек. Зафиксировано 630 тысяч летальных исходов. Вылечились более 9 миллионов 300 тысяч человек. Между тем, американские ученые из Колумбийского университета заявили о создании лекарства. Которая может помочь в борьбе с коронавирусом. Препарат представляет собой коктейль из антител, которые способны уничтожать вирус в крови. Для их получения исследователи выделили 61 тип антител. 19 из них оказались достаточно мощными, чтобы уничтожать частицы коронавируса. Пока опыты проводят на животных. Эксперименты на хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает вирус в ткани легких. Потенциальная инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса. Осенью ученые из Колумбийского университета намерены испытать препарат на людях. В России за минувшие сутки выявили 5 848 новых случаев коронавируса. Почти в 28% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. В общей сложности с начала пандемии в России было зарегистрировано более 795 тысяч пациентов с COVID-19. Из них вылечились свыше 580 тысяч человек. Умерли около 13 тысяч. С начала пандемии в России было проведено свыше 26 миллионов тестов на коронавирус. В Нижегородской области еще 202 человека заболели коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев новой инфекции почти достигло отметки в 22,5 тысячи. Умерло с начала пандемии 354 нижегородцы. Справились с болезнью и выздоровели около 17 тысяч жителей области. Это свыше 75% от общего количества инфицированных. Более 3,5 тысяч человек лечатся дома. Болезнь протекает у них без симптомов или в легкой форме. Около 1400 пациентов госпитализированы в медицинские учреждения. Всего на наличие коронавируса проверили более 530 тысяч нижегородцев. В Сарове продолжается рост зараженных COVID-19. С начала пандемии зафиксировано уже 868 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 528 человек. Трое саровчан не справились с болезнью и скончались. А всего болевших коронавирусной инфекцией и на фоне лечения от коронавирусной инфекции умерших у нас уже на сегодняшний день пятеро. И пятый человек – это женщина старше 70 лет, которая тоже заболела в первой декаде июля. И тоже очень быстро, фактически за 10 дней ее взяла смерть. Но, правда, это было на фоне коронавирусной инфекции, она умерла от осложнений после инсульта. 48 саровчан лечатся в клиниках Саровой и Нижнего Новгорода. В инфекционном отделении клинической больницы номер 52 пациента находятся в тяжелом состоянии. 7 человек госпитализированы в Приволжский окружной медицинский центр. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое. На карантине остается 222 человека. Полтора года Россия живет по новым правилам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Страну поделили на зоны, в которых есть свои региональные операторы, отвечающие за сбор и утилизацию мусора. Принесла ли реформа ожидаемые результаты? В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у горожан, как они оценивают мусорную реформу. Лишь 3% участников опроса высказали мнение, что есть положительные сдвиги и мусора стало меньше. Почти поровну разделились голоса тех, кто считает, что результатов не видно, но тарифы выросли. И тех, кто устал от гор мусора, которых стало больше. В парке имени Зернова погибают высаженные прошлой осенью саженцы сербских елей. Пока пожелтела хвоя у четырех хвойных деревьев. По каким причинам не прижились елочки, неизвестно. Возможно, была нарушена технология транспортировки или посадки. Сотрудники Центра развития культуры и искусства пытаются вернуть к жизни сортовые саженцы, но пока тщетно. Сербские ели за год могут вырасти до 35 сантиметров вверх и 15 сантиметров в ширину. Они неприхотливы и устойчивы к переменам погоды и заболевания. Прошлой осенью в парке Зернова посадили около 50 таких елей. Этим летом деревья стали чахнуть. Некоторые ели начали засыхать. Возможно, как специалисты сталкиваются с такими проблемами, говорят о том, что просто-напросто при посадке ели не выдержался режим их заглубления. Возможно, были повреждены корневая система самой ели. Это все может приводить к тому, что ель начинает погибать. Также Антон Савин предположил, что при посадке ели их корни находились открытыми дольше 20 минут, что категорически противопоказано в случае с этими деревьями. Чтобы вернуть ели к жизни, сотрудники парка начали их удобрять. Были предприняты попытки по их удобрению, калийно-фосфорными удобрениями. В жару их отливали до не менее 12 литров на корень было вылито. Но, к сожалению, эти попытки пока к результату положительным не приводят. Ели все равно продолжают погибать. В парке засохло уже 4 дерева. Но убирать их сотрудники парка пока не торопятся. По словам Антона Савина, еле подлежат вырубке только после того, как специалисты лесного хозяйства признают их погибшими. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Развитие личности и создание условий для самореализации. Госдума приняла закон о воспитании в образовании. На школы возлагаются задачи формирования патриотизма и гражданственности, почитания памяти защитников Отечества и подвигов героев. Если закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом, то он вступит в силу 1 сентября 2020 года. До этого времени школы должны будут откорректировать учебные программы в соответствии с новой нормой. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Скоро у всех российских автомобилистов появится возможность оформить ДТП в режиме онлайн. Сервис под названием «Помощник ОСАГО» уже доступен в Google Play и App Store. Но пока в пилотном режиме работает только на территории пяти субъектов страны. Приложение позволяет водителям самостоятельно, без сотрудника ГИБДД, оформить извещение о ДТП в электронном виде и получить результаты рассмотрения дистанционно. Программа сама подскажет, какие данные необходимо указать и как сфотографировать повреждения, чтобы получить страховые выплаты. До конца этого года «Помощник ОСАГО» начнет работать на всей территории страны. С 3 по 16 августа в детском технопарке Кванториум Саров пройдет образовательный интенсив «Сберкампус». Ребята в возрасте от 12 до 17 лет смогут погрузиться в мир проектной деятельности, цифровой экономики и интеллектуального творчества. Занятия в формате буткемпов в образовательной среде позволят освоить и развить хард- и софт-компетенции в смешанном формате. Более подробную информацию о проекте «Сберкампус» можно узнать в официальной группе Кванториум Саров ВКонтакте. О том, какие программы по трудоустройству сегодня действуют для граждан старших возрастов, расскажут по телефону. В четверг, 30 июля, служба занятости региона проведет горячую линию «Партнер» по теме «Содействие занятости граждан предпенсионного возраста». Звонки будут принимать по телефону 8 831 234 07 18 с 10 утра и до полудня. С соблюдением социальной дистанции, масочного режима и под камерами видеонаблюдения Ресторан «Прайм» открылся после ослабления ограничений. Гостей принимают в уютных залах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Саровчан ждут изысканные кулинарные блюда и особенная атмосфера. Ресторан «Прайм» вновь открыл свои двери для постоянных посетителей и новых гостей. Как и прежде, в уютной атмосфере можно отведать изысканные лакомства от шеф-повара и заказать освежающие напитки. По будням с 12 до 15 часов ресторан «Прайм» ждет саровчан на бизнес-ланч с блюдами на выбор по ценам «Прайм-кафе». К услугам гостей обновленное меню, где каждый сможет найти блюда по вкусу. То есть у нас представлены салаты мясные, салаты овощные, крем-супа, которые легкие, есть супы, которые на мясном бульоне. Из горячего есть рыба, курица и мясо. То есть я считаю, что каждому гостю найдется, что выбрать. Дмитрий – частый гость ресторана и кофейни «Прайм». С нетерпением ждал возобновления работы. Для него ланч в «Прайме» – прекрасная возможность провести обеденный перерыв в приятной обстановке и насладиться любимыми блюдами под расслабляющую музыку. Готовят здесь хорошо, неплохо. Выбор достаточно большой. Поэтому сюда и курицу. На первом этапе выхода из ограничений, на котором все еще держится Нижегородская область, заведения общепита могут работать только с соблюдением норм и правил Роспотребнадзора. Гость, который к нам приходит, должен войти до столика в маске. Это обязательные условия. За столом гости располагаются не более 4-х человек. Мы столы оставили на расстоянии безопасном. Поэтому у нас все нормы соблюдается. Антисептики у нас стоят на всех столах. На входе есть маски, на входе есть антисептики. То есть кто-то пришел без своей масочки. Можно без нашего напоминания надеть. Требования, которые власти выдвигают ресторанам, не всегда понятны. Например, не предусмотрены ситуации, когда заведение посещает многодетная семья с маленькими детьми. Кому-то из тех, кто живет бок о бок, под одной крышей нельзя находиться за одним столом. Однако, если клиенты не будут соблюдать правила, ресторан закроют. Между тем, в регионе снижается количество вновь заболевших. Не за горами второй этап и дальнейшее снятие ограничений. Возможно, уже скоро ресторан заработает в полном объеме. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Самоизоляция и работа в ограниченном формате не стала преградой для покорения новых вершин вокального олимпа для Дарьи Кварты. Преподаватель детской школы искусств номинирована на международную премию «Старт звезды». Фестиваль будет проходить в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. Также молодой педагог стал лауреатом первой степени пятого международного конкурса академического вокала «Кантабеля». Участие в международных конкурсах для Дарьи Кварты – привычное дело. Еще до пандемии преподаватель детской школы искусств активно проявляла себя на музыкальных фестивалях. Теперь, когда большинство событий переместилось в онлайн, присоединяться к ним стало еще проще. Это портфолио, то есть ты собираешь разные конкурсы, да, себе в портфолио. То есть, когда, например, тебя на сцене объявляют, да, тоже говорят, что ты там лауреат каких-то либо конкурсов всероссийских, международных. И также для преподавателей это дополнительные баллы на аттестации. Видео с композицией «Ариоза матери» с контаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир» Дарья отправила на несколько конкурсов. На международном фестивале академического вокала «Кантабили» преподаватель детской школы искусств стала лауреатом первой степени. Судьи отметили приятный тембр, хорошее грудное резонирование и выбор репертуара. Председатель жюри прислала отзыв на то, как я выступила. И также всем лауреатам первой степени дается диплом еще дополнительно о том, что вы номинированы на премию, которая состоится в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. В планах у Дарьи начать преподавание вокала онлайн. По словам педагога, такой формат, конечно, не заменит точных занятий, но позволит ученикам поддерживать и развивать навык в условиях пандемии. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С апреля по октябрь миллионы россиян в выходные отправляются на дачу. Одни на своем участке выращивают рекордный урожай овощей и фруктов, другие едут туда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Но для всех дача это особенное место, где каждый находит что-то свое. 23 июля в России отмечается День дачника. В этом году построили навес. К осени планируем еще один навес построить. В общем, у нас тут планы есть. Глядя на участок Репиных, трудно поверить, что всего пять лет назад здесь был лес. Теперь дикорастущие растения уступили место культурным. Ровные ухоженные грядки поражают буйством красок. Сразу видно, что хозяйка относится к ним с большой любовью и заботой. И труда в них вложено очень много. Если грамотно распорядиться всего лишь пятью сотками земли, то можно собрать отличный урожай овощей, корнеплодов, фруктов, ягод, а также отдохнуть от городской суеты. Дача – это маленькая жизнь. Для Татьяны Репиной это именно так. Последние годы она не уезжает со своей дачи даже зимой. А летний сезон – это вообще горячая пора для дачников. Только успевая, собирая урожая, да закручивая в банке. Тут душистая малина просится с куста прямо в рот. В теплице молоденькие огурчики манят изумрудными бочками. Капуста уже складывает свои широкие листья в аккуратные кочаны. Яркими тропическими оттенками радуют глаза петунии и лилии. Это уже для души. Всего понемножку. Огурчики, помидорчики, цветочки. Все есть, все хватает. Эксперименты ставлю, выращиваем. И алычу, и абрикоса, черешню. В общем, все выращиваем понемножку. Что-то вырастает, что-то погибает. Но Татьяна продолжает эксперименты. За несколько лет у нее накопился приличный опыт. Что и где лучше посадить, какие семена и саженцы купить. А потом все лето поливать, полоть. Тут плеть огурцов подвязать, там пасынки у помидоров оторвать. И в ответ на такую заботу растения дают отличный урожай. В том году мы сажали в теплице огурцы протунка. Вы не поверите, из пяти зернышек выросло пять саженцев. Не саженцев, а пять растений. И мы собрали около ста ведер огурцов. После работы на грядках можно отдохнуть в тени деревьев. Домашние питомцы, которые преследовали хозяйку буквально по пятам, тут же оказались рядом. Котята забрались на руки, а собака Элька спряталась от палящего солнца под качелями. Настал час отдыха. Наслаждение шелестом лисев и легкими дуновениями ветерка. В городе вряд ли получится спрятаться от шума и суеты. Здесь тишину лишь истритко нарушает звук пилы. Это кто-то из соседей строит баню. Кстати, с соседями Репины живут дружно. Границу участков разделяет лишь сетчатый забор, который совсем скрылся в кустарниках и цветах. Зато отлично видны соседские георгины и вьюнки. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова